Жители одной из многоэтажек по улице Абрикосова сегодня утром с удивлением наблюдали за происходящим во дворе. Сотрудники сочинского водоканала и управляющей компанией привезли непонятный прибор. Жители успокоили, аварии нет, ремонтные работы идти не будут. Этим аппаратом сотрудники водоканала будут перекрывать отток в трубах злостных неплатильщиков. На сегодняшний день хозяйка данной квартиры, которая находится в этом доме, квартира 85, задолжала около 20 тысяч рублей водоканалу. И нам приличную сумму. Неоднократные наши просьбы погасить долг, положительных результатов не дали. В связи с этим, имея оборудование по блокировке водоотведения совместно с Сочи водоканалом, мы сейчас проведем отключение данной квартиры, блокируем канализацию. Некоторые люди не платят за коммунальные услуги годами. На сегодняшний день общая сумма долга достигает 200 миллионов рублей. Неплатильщики чувствуют безнаказанность, зная, что отключать весь дом из-за одного человека не будут. Но и на таких недобросовестных жильцов нашлась управа. С помощью специального оборудования теперь можно перекрыть водоотведение в отдельном жилом помещении. При этом канализация в других квартирах будет работать исправно. На сегодня это самый эффективный способ борьбы с должниками в сфере услуг водоснабжения и водоотведения. Значит, законность сегодня позволяет, а современные технологии, с помощью современных технологий, мы можем реализовать это на практике. То есть дистанционно мы можем вводить услугу ограничения водоотведения, даже независимо, дома собственник квартиры или нет. Принцип работы ограничителя стоков следующий. С крыши здания в общую канализационную трубу опускается зонт, внутри которого находится видеокамера. Она передает изображение на монитор, помогая оператору направить зонт до этажа неплатильщика. На месте выхода стоков устанавливается заглушка, снять которую своими силами должник не сможет. Вы сможете пользоваться туалетом после того, как вы произведете оплату вашего долга, и плюс еще оплатите долг, оплатите работы по демонтажу данного оборудования. Возьмите поведомление об отключении. Что я теперь смогу, я смогу, когда приду в водоканал, я просто не могу, у меня такая сумма, я не могу ее оплатить в данный момент. А в России, Сочи, Водоканал, там есть рассрочка о погашении вашего долга. Перед введением ограничения должника уведомляют и дают последний шанс погасить долг. Иначе в дело вступит оборудование, которое сделает использование самузла невозможным, да и неприятный запах моментально распространится по всей квартире. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.